Всем привет! Наша задача сделать на этом домике крышу. Дом одноэтажный. Наша задача заключается в том, чтобы наша крыша не опустилась на эти окна. Решили делать так. Раскладываем мурлат. Мурлат у нас из простой доски. 200 на 50. Перекрываться будем балками. 200 на 100. Балки расставляем под утеплитель. 60 сантиметров между ними. На два торца дома выносим выносы по полтора метра. Торцуем балки и прикручиваем сразу на нее лобовую доску. Торцуем весь дом по периметру и обносим лобовой доской. Остался один участок эркер. Он немножечко посложнее будет. Мурлат у него закрепили секциями по метру и также перекрыли доской. Разделили его на три части и также обрамляем все лобовой доской. Крыша у нас основная вальмовая. Ставим под коньковый ремонт. Сколачиваем диагональные ноги. Устанавливаем, натягиваем шнурку и подпираем временным подпором. На диагональную ногу делаем подкосы. Вот так они выглядят. Ставим все четыре диагональные ноги и делаем на них такие подкосы. По низу натягиваем шнурку. Стропила подводим к этой шнурке. Сверху к диагональной ноге делаем запилы и приколачиваем на гвозди. Гвозди не жалеем. Сейчас стропила давит на концы балок. Делаем на каждую стропилу стойку, которая давит непосредственно на мурлат. Два ската запилили, установили стропила. Все лишнее, что торчит выше крыши, спиливаем. На основной крыше делаем гастропил подкосы. Выглядят они вот таким образом. По всему периметру. С четырех сторон. Делаем меркер. Меркер делаем стойку, а от стойки под коньковый брус. С одной точки запиливаем лучи. Получилось как-то так. Все стропила привязываем вязальной проволокой, чтобы в случае сильных ветров наша крыша не улетела. С торцов балок вставляем доски, чтобы утеплитель не вылетел. Все спаренные элементы пропениваем. Приступаем к обрешетке. Тем временем в дом вставили окна. На обрешетку колотим шаг под фанеру. Под фанеру мы закладываем пять досок до жесткости. Осталось доколотить веркер. Яндовую часть крыши стараемся делать сплошным настилом. У веркера тоже сделали обрешетку почаще. Натягиваем шнурку и делаем отметки для фанера. У фанеры все стыковые зазоры делаем 6 миллиметров. Трубу утепляем. Закрываем фанерой. С фанерой мы закончили. Теперь нужно фанеру закрыть ковром, чтобы она не мокла. И если у вас уклон меньше 30 градусов, это нужно сделать обязательно. На коне оставляем зазор. Здесь будет устанавливаться коньковый элемент для продува. Переходим к утеплению перекрытия. Начнем делать пароизоляцию. На стену будем опускать пленку сантиметра 4. Проклеиваем все двухсторонним скотчем. Все стыки у пленки обязательно тоже проклеим двухсторонним скотчем, чтобы пар у нас не выходил в утеплитель. Прикручиваем дюймовку шагом 200. Утепляем перекрытие. Маты у нас 100. Делаем два слоя с перехлёстом. Все стыки стараемся подгонять очень плотно. Прокладываем пленкой ветрозащитой. Продолжение следует... Продолжение следует... В нашем случае мы делаем разряжённый настил, чтобы была возможность выйти в чердачное помещение и положить здесь коробки или лыжи. Приступаем к монтажу кровли. Устанавливаем капельники. Промазываем битумной мастикой. Первый ряд делаем на стартовой черепице, она же коньковая. Чтобы начать делать кровлю, надо её почистить. Снять с обратной стороны защитную плёнку. Такая кровля ставится со смещением 14 см каждого ряда. Или по рисунку. У каждой кровли свой рисунок. На длинных скатах можно натянуть шнурку посередине крыши и проверить ряды. Продолжаем колотить кровлю. Два ската из четырёх у нас уже готовы. На диагональ натягиваем шнурку. И приколачиваем коньковую черепицу. На другие скаты мы немножечко ускоряемся, делаем всё побыстрее. В янтовую вкладываем броню. Пробиваем по краям гвоздями. По центру вкладываем доску. Отмечаем. Отмечаем. Чтобы у нас было видно отметки, как заканчивать срез кровли. Ещё немножечко очищаем кровлей заготавливаем. И по-быстренькому всё приколачиваем на свои места. В яндовой у нас получается от кровли ровный срез, потому что у нас были там отметки от доски. Трубу закрываем тоже этой же кровлей. Устанавливаем коньковый элемент. Он у нас пластиковый. Крепим на него коньковую черепицу. Крепим на него коньковую черепицу. Трубу оправляем металлическими уголками. И ставим колпак. Всё, крышу мы закончили. Все скаты готовы. Переходим к подшиву. Подшива у нас подшита дюймовкой. Ставим стартовый элемент пластика. Забираем всё софитами. Углы у дома сводим соединителями под 45 градусов. На лобовую доску крепим металлическую. Лобовую. Эркер мы огибаем стартовой. И пластик набираем секциями. Устанавливаем крючки для водосбора. Устанавливаем сами желоба. Отпускаем через повороты трубы. Делаем отводы. Всё, подшивы мы закончили. Удосточную систему мы собрали. Отпустили. Со своей задачей мы справились. Крыша на окна не отпустилась. Кому интересно знать всё про крышу, подписывайтесь. Будет ещё немало. Всем пока-пока.